МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача Аспекты иностранных дел телеканала СИБИСИ. С вами Теймур Атай. Сегодня началось антитеррористическое мероприятие локального характера со стороны Азербайджана по тому, чтобы реализовать конституционные права азербайджанского народа в Карабахском экономическом регионе. И мы сегодня поговорим об этом с нашими гостями, потому что ситуация очень развивается быстро, очень скорыми темпами. И посмотрим на то, как наши аналитики характеризуют происходящее. С нами Тогрул Исмаил, профессор университета Анкара. Добрый вечер! Добрый вечер! Из Турции подключился. Рауф Раджабов, руководитель аналитического центра Форд-Вью. Здравствуйте! Добрый вечер! К нам сейчас в прямом эфире должна подключиться наш специальный корреспондент Эльмира Мусазаде из Нью-Йорка на Генеральной Ассамблее ООН. Там с ее стороны были взяты два интервью. И мы ждем Эльмиру Ханум в эфире. Эльмира Ханум, вы нас слышите? Ну, наверное, чуть-чуть позже подключится. Пока Тогрул Майалим, начнем беседу с вами. Вот хотелось бы что сказать. Вот в связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера проводится азербайджанская армия в Карабахском регионе с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской республики, было сделано обращение к проживающим в регионе жителям армянского происхождения. И вот в этом контексте очень интересные моменты есть в обращении. Вот говорится о том, что вооруженные силы Азербайджана осуществляют мероприятия по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха. И цель этих мероприятий – положить конец 30-летнему к разграблению этого региона. Мне говорят, что у нас Эльмира Ханум подключается. Эльмира Ханум, вы нас слышите? Здравствуйте, здравствуйте. Да, мы вас слышим. Добрый вечер. И хотели бы, так сказать, с первых уст услышать пока, что происходит на полях генассамблеи и какие интересные моменты и в свете тех событий, которые имеют место сейчас в регионе. Да, действительно, можно сказать о том, что пульс всего мира в эти дни бьется именно здесь, и в Тривор, здесь проходит 78-я генеральная ассамблея ООН, и, конечно, пульс всего мира сегодня бьется именно тут. И самые главные дипломатические, международные, глобальные вопросы обсуждаются, поднимаются именно в рамках этой генеральной ассамблеи. Сегодня как раз стартовали глобальные дебаты, генеральные дебаты, на которых лидеры различных государств могут выразить свое мнение, рассказать о интересующих их проблемах и в целом обсудить наиболее острые проблемы для всего человечества. Сегодняшнюю конференцию генеральную ассамблею открыл президент Бразилии, по традиции затем выступал президент США Джо Байден. Ну и, конечно, говоря о том, что интересно непосредственно для Азербайджана, это, безусловно, такая очень важная дипломатическая борьба, которая сегодня разворачивается в том числе и здесь, в Нью-Йорке. И нужно сказать о том, что президент Соединенных Штатов также говорил о том, что очень важно в целом поднимать вопросы территориальной целостности и говорить о самой организации, в том числе говорить о ее реформах. Но главное, что сегодня произошло именно в рамках Южного Кавказа, в рамках тем, которые интересуют Южный Кавказ, это то, что президент Турции Раджептай Пердуган, наступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, с трибуны ООН, это ее самые влиятельные, самые крупные организации в мире, в которой сегодня находятся представители 193 стран. Мы слышим вас, слышим вас, Эльмира Хану. Да, в которой сегодня находятся представители 193 стран. Сегодня он поднял вопрос про территориальную целостность и однозначно заявил о том, что Карабах — это территория Азербайджана. В очередной раз отметил позицию справедливую Азербайджана, которая основана на нормах и принципах международной целостности, на нормах и принципах международного права, и сказал о том, что Азербайджан выступает за мир и стабильность в регионе, но, к сожалению, эти попытки Азербайджана достучаться до своего соседа, они не всегда им услышаны. И Раджир Тайп Эрдоган в очередной раз отметил свою поддержку, поддержку турецкого народа Азербайджана, которую Турция оказывала как в период 44-дневной войны, так и в постконфликтный период, и вот сейчас, в том числе, в эти действительно непростые дни. Но и в целом, говоря про международную реакцию, здесь нужно отметить, что сегодня весь день на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана проводит встречи различного уровня, рассказывает своим коллегам, дипломатам, представителям международных организаций о том, что сейчас происходит в Карабахском экономическом районе Азербайджана и доносит справедливую позицию Баку до всего мирового сообщества. Уже были проведены встречи с турецким коллегой, с Хаканом Тиданом, также с итальянским, и я уверена, будет еще немало встреч, так как здесь всего лишь на данный момент всего лишь полдень, и действительно еще есть много времени для того, чтобы в очередной раз актуальные темы поднять. Однако здесь нужно сказать о том, что Франция в очередной раз выступает с однобокой позицией антиазербайджанской и призывает создать безопасность ООН по вопросам Карабаха, по той ситуации, которая происходит. И если еще пару часов назад нам в организации сказали о том, что все-таки не будет проходить это заседание, то вот сейчас появляется информация о том, что возможно оно будет произведено в четверг 21 числа. Но здесь нужно уже сказать о том, что это не первая попытка Армении и Франции, как страны, которая однозначно почему-то ее поддерживает, провести заседание такого уровня и попытаться осудить якобы агрессию Азербайджана. Но мы видели, что, как и в предыдущие разы, действительно такие попытки, они не уменьшаются успехом и наоборот оборачиваются против Армении. Вот и сегодня нашей съемочной группе удалось поговорить с представителями различных государств, с лидерами государства. И они нам также отметили, что в стенах такой влиятельной организации, как ООН, очень важно уважать международные принципы, на которых именно эта организация и была основана. Это принципы территориальной целостности, это принципы уважения к независимости государства. Давайте послушаем, что нам рассказать. Одно слово, одну фразу, что Сербия, как всегда, поддерживает территориальную целостность стран, которые, этих стран, которые члены ООН здесь. и надеюсь, что этот принцип всегда будет респектован в нас и в мире. И надеюсь, что наши друзья в Кавказском районе конечно, и в конце все сделают в мире. Надо избегать войну. Я был очень воодушевлен, когда президент Алиев и премьер-министр Армении встретились с Шарлем Мишелем. Все мы обеспокоены ситуацией в регионе, потому что Кавказ очень близок для нас и для будущего Европы. И я верю, что мы найдем инструменты для укрепления доверия и для поддержания мира в регионе. Да, и действительно, то, что мы видим сейчас, это поддержка, которую оказывают Энерпаджаму мировые лидеры. Это та поддержка, которую сегодня Энерпаджам получает от тех государств, которые все-таки придерживаются важных принципов территориальной целостности. И это действительно очень важно в такие непростые условия, когда сегодня миропорядок, к которому мы привыкли, он все-таки начинает меняться. Об этом говорили многие лидеры, которые выступали в том числе и в рамках генеральной ассамблеи ООН. Как я уже отметила, об этом говорил и президент Соединенных Штатов Джо Байберн, который отметил, что мир никогда больше не будет таким, как прежде, и все-таки нужно реформировать ООН. Об этом в том числе говорил и президент Турции, Реджер Тайкар Думан, заявляя о том, что мир это гораздо больше, чем пять стран, которые представлены в Совете Безопасности ООН. И, к примеру, голос Африки не услышан в рамках Совета Безопасности, голос мусульманских стран. И, возможно, как раз-таки нынешняя сессия послужит этим глобальным изменением мирового порядка. И мы сейчас видим действительно историческую встречу, историческую генеральную ассамблею, которая, как я уверена, закончится в том числе и дипломатической победой Азербайджана. Спасибо, Эль Мира Ханум, за такой подробный рассказ и за интервью. И действительно, территориальная целостность – это то, на чем держится мир. Давайте будем назвать вещи своими именами. В конце концов, если бы в свое время этот вопрос был бы реализован с точки зрения международного права в преломлении к Азербайджану, наверное, и многих событий в мире не имело бы места. Конечно, и то, что вот сейчас вдруг заговорил об этом и президент Байден, и другие официальные лица, так сказать, это значимое событие. Спасибо, Эль Мира Ханум. Напоминаем, что у нас было прямое подключение из Нью-Йорка, и наш специальный корреспондент Эль Мира Мусазаде рассказал о той ситуации, которая имеет место в свете событий, имеющих место в Азербайджане. Тогрум, Алим, сейчас хотелось бы уже услышать вас, но, в принципе, вы тоже слышали и Эль Мира Мусазаде, но, опять-таки, возвращаясь к обращению, потому что очень много говорится об этом, и в армянских средствах массовой информации, и в западных. Вот такая фраза идет в обращении, что вооруженные силы Азербайджана осуществляют мероприятия по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха. Цель мероприятия – положить конец 30-летнему разграблению региона так называемым режимом и принести свободу, справедливость, мир и процветание людям, живущим там. Я почему зачитал даже вот слово в слово, чтобы не было расхождений с официальным текстом. И вот как бы вы охарактеризовали для, скажем, ну вот тех, кто слушает нас, не граждан Азербайджана, потому что мы знаем эту ситуацию, то есть охарактеризовать то, что сейчас услышали, и люди, которые не живут здесь, живут за пределами, и, может быть, даже не понимают происходящего. Ну, спасибо большое. Во-первых, я хочу немножко исторический момент. То есть 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее соглашение, где в четвертом пункте открыто указывается на то, что с прибытием миротворцев, российских миротворцев, армянское вооруженное формирование довольно разрушено, и покинуть территорию Азербайджана. К сожалению, этот вопрос затягивается, и фактически Армения не забирает своих, так скажем, уже это даже если они в составе армянской армии, но это уже бандформирование. И почему? Потому что по законам, внутренним законам, Карабах это, ну, мы знаем, что это территория Азербайджана, Армения это тоже признает, хотят они этого или нет, при встречах премьер-министра Тагарев на территории Азербайджана. По законодательству Азербайджана, кроме вооруженных сил Азербайджана, какие-либо другие вооруженные или вооруженные группы, или лица являются открыты террористами. Это во всем мире это. И международная пара его так знает. И любое государство, исходя, вот, кстати, основа ООН создана именно при том, что какое-либо второе государство не забирало силам оружия территорию другого государства. Вот это самое главное. Кстати, Г-20 тоже этот вопрос поднимался и обсуждался, и было принято по украинской тематике тоже такое же решение, что нельзя менять территорию насильственным путем. То, что пытается сегодня делать Армения прямо или косвенно. Так что находящиеся любые вооруженные группировки силы, люди на территории Азербайджана автоматически являются террористами. Это раз, чтобы знали. Но, кроме того, мы видим, что эти пандформирования террористической организации, так, или члены террористы, вот так, если можно прямо говорить, по международным правам, используя то, что Азербайджан серьезно относится к трехстороннему соглашению, подписанным им, начали воспользоваться этим моментом. Таким образом, на территории Азербайджана появились новые мины производства 2021 года. И расставка этой мин, после чего погибают от этого мирные граждане Азербайджана, естественно, и военнослужащие, и полицейские. То есть, автоматически это направлено против населения Азербайджана. Это, естественно, является открытым террором, минным террором. Какая разница, как убивать и каким образом убивать. Так что Азербайджан, естественно, исходя из этого, предупреждая долгое время, армянскую сторону имеет право полностью и по своим законам, и, естественно, по международному праву провести на территории собственной страны антитеррористические операции. Ну, тут фактически, вот вы обращаете внимание, есть конституция Азербайджана и, с другой стороны, международное право. То есть, фактически, никто никогда не позволяет проводить террористические акции. Мы это прекрасно видели. Кто нам это может сказать? Россия проводила на своей территории антитеррористические операции. Американцы проводили не только собственную территорию, но и в других странах антитеррористические операции. За три деви демель, да? Да, конечно. Франция тоже самое сейчас открыто пытается так называемые антитеррористические операции в Африканском континенте и в других местах. Так что я бы европейцам сказал, сначала они пускай посмотрят, например... В зеркало, да. Да, как, например, Испания разрешила Баскам получать независимость, или Бельгия пытается разделиться, как они позволяют этому. Кроме того, на территории Азербайджана армянское население, очень малое население, это где-то близко одному поселку Азербайджана, да? Даже меньше. Так что одному поселку дать независимость и самоопределение, это вообще смешно и непонятно. Кроме того, я хочу напомнить, я писал об этом статью еще в 2009 году даже, где Европейский Союз принял решение, декларацию 8274, где говорится, что современное понятие о самоопределении нации может исходить из неизменения, так скажем, унитарного устройства государства тоже. Кстати, закон Азербайджана дает армянам право и гарантии государства Азербайджана, гарантии этническим армянам, реинтеграцию, не только реинтеграцию в азербайджанское общество, но и сегодня она прозвучала от уст, если не ошибаюсь, Ихмет Бея, который говорил, что мы полностью гарантируем безопасность этнических армян на территории Азербайджана и все возможности. Так об этом говорится уже в течение последнего года, мы просто слышим инсинуации, и как раз вот сейчас хотелось бы, Раф, Малим, вас услышать. Вот эти вот инсинуации, вот эти вот ангажированные материалы, выступления политиков, лидеров, я прекрасно уверен в Баку, что и сейчас на Генассамблее будут провоцироваться такого рода высказывания, выступления, причем вот, и что здесь интересно, вот когда говорится, допустим, этническая чистка, когда худжалы, вот как сейчас преподносится там зарубежными, да, отдельными средствами массовой информации, что ведь людям оставили там коридор, это воспринимается как демократия, людям оставили коридор, давайте, выходите, и стрельба открылась, причем, то есть не коридор остался, это фактически собрали людей, уничтожали, целые семьи погибли, никто не выступает с этим, ну, Шарль Мишель, или, например, Макрон, или Джозеф Байден, или Обама в свое время, а худжалах, кто что говорил в этом плане, и вот сейчас мы видим в корне отношение, наоборот, к происходящему. В чем причина и где перспективы того, что эти лидеры осознают несправедливость? 19 сентября 2023 года наступил момент истины для многих, и для Армении, и для сепаратистов, и для переговорщиков, посредников, Россия, США, Евросоюз, Франция, Германия, те самые страны, которые стремятся, пытаются, грубо говоря, навязать себя в посредники. Но проблема в том, что нынешняя геополитика скрывается за цинизмом, прикрывает свой цинизм красивыми словами о гуманизме. Но я не думаю, что гуманизм и радма роттердамского, голландского, великого пилософа сегодня в силе Европы. Его никто не помнит. Но дело в том, что нельзя отличать одного по цвету кожи, по этническому признаку, по религиозному признаку и так далее. Азербайджан дал высокую цену за освобождение своей территории, за восстановление своей территориальной целостности. Десятки тысяч погибших, раненых, инвалидов. И сегодня, брать ставить на одну плоскость, 40-50 тысяч. И они отрицают, что жизнь и армянина, она для нас тоже важна. Они наши граждане. Но наши граждане и те полтора миллиона азербайджанцев, которые были изгнаны со своих территорий, они были изгнаны из Армении, то есть необходимо уважать человека вне зависимости от его этнического происхождения. Но, к большому сожалению, мы видим... Я не буду говорить о двойных стандартах. Это уже изжитые термины, которые в азербайджанском обществе вызывают просто отвращение и раздражение. Для нас самое главное заключается в тех посылах, которые дают наши посредники. И я считаю, что и Пашинян, и наши европейские посредники, они несут материальную, моральную и правовую ответственность за те посылы надежды, которые они давали армянам, сепаратистам. Здесь же и просматриваются важнейшие моменты. Вот если люди, политики, это же не просто аналитик какой-то, или средство массовой информации, или комментатор. Это политик, это руководитель, лидер своей страны. Если он дает этот посыл, зная, что здесь не работает международное право в этом посыле, что здесь нарушено... Следовательно, они преследуют просто свои, корыстные, вы даже говорите же, финансовые какие-то цели, пусть это геополитические. А результат в том, что в любом случае подставляется Армения со своей бесспективностью. Почему карабахские сепаратисты не шли на диалог с Азербайджаном? Именно из-за этих посылов. Если бы не было посыла, к примеру, Юрий Ким, помощница государственного секретаря США Блинкина, но ее посыл, что мы не допустим проведения ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе этнических чисток. Кто их проводил? Азербайджан никогда не проводил этнических чисток. И что 30 лет происходило? Ни в годы Первой Карабахской войны, ни во Вторую Карабахскую войну. В свое время покойный наш президент, наш общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал, что в Баку живет по сей день 20 тысяч армян. Они ничего не живут. И, кстати говоря, никогда никто их не выдавливал, чтобы они покинули территорию Азербайджана. То есть в данном случае этнических чисток в Азербайджане не было. И вот этот посыл, который они давали, они преграждали сепаратистам и этой самой группе идти на диалог. Они сегодня попросились уже вести диалог. Сегодня. Но когда уже проводятся мероприятия локального характера? Но неужели надо было ждать, чтобы они проводились? Но именно посылы. Они их обнадеживали, что вы сидите, вы не идите на диалог, вы поедите на диалог, но с нашим участием. Ведь проблема заключается в том, что и Россия, и Евросоюз, и США хотели, чтобы они участвовали в этом диалоге. Один плюс один и плюс один посредник. Мы говорили, что мы готовы проводить на территории Азербайджана. Первая встреча была она в Азербайджане. Но они уже после говорили нет. Или мы будем встречаться с посредником России, или же в Европе с европейцами и с американцами. То есть вот это обнадеживание, это обманные цели, обманные ориентиры, и они привели вот к той самой ситуации. И сегодня говорить о том, что кто-то там начал что-то, никто ничего не начал. Сегодня в Азербайджане существует полный консенсус. Это самое главное, что должны понимать и на Западе, и в России, и на глобальном юге. Ну, к примеру, в Тегеране, что азербайджанцы 10 миллионов, плюс 40 миллионов азербайджанцев мира, они объединены вокруг нашего президента, нашего Велиховного командующего, господина Нидхана Малиева, практически по всей повестке дня, в том числе по пункту решения этой локальной задачи. Как раз вот, Рауф Малим, здесь мы можем вспомнить даже и вот с этого начал Тогрул Малим, события Отечественной войны. То есть, они показали, вот этот железный кулак, это не просто железный кулак, это кулак, который объединил мирных азербайджанцев вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг нашей армии, доблестной, которая, рискуя своей жизнью, защищает безопасность страны и фактически вне зависимости от вероисповедания, национальности и места жительства, как вы говорите, эти 50 миллионов, если не больше, они и становятся тем кулаком, и все время, на что обращал внимание Ильхам Алиев, что этот кулак, он все время на месте, он все время рядом, он все время, это наше, наше право, это наше международное право. Тогрум Алим, сейчас опять хотелось бы еще вот и нашим зрителям зачитать один такой момент из обращения и уже попросил бы вас прокомментировать. Опять-таки, я говорю, вот мне сейчас сообщают, что очень много идут просмотров вот в прямом эфире и в основном подключаются люди из-за рубежа и не только, как отмечаются, ну там через чаты и так далее, не только это азербайджанцы. Вот отмечается, что азербайджанское государство последние три года восстанавливает города и села Карабаха, создает новую современную инфраструктуру. А на протяжении многих лет Роберт Качарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасян, Бакусу Акиан, Араик Аручунян и их окружение накапливали богатство и сколачивали состояние, обманывая, эксплуатируя, отправляя вас на смерть. Каждый раз, когда ситуация становилась напряженной, они умывали руки и оставляли вас лицом к лицу с вашей горькой судьбой. Вы ушли под крыло так называемого режима, созданного этими преступниками, а не в сильного развивающего государство Азербайджан, обеспечивающего процветание, безопасность мир своим гражданам. Те, кто давал вам пустые обещания, как обычно, снова сбежали, спрятались, а сейчас настало время испытания, настал момент исторического выбора, сделайте правильный выбор. Я опять зачитал буквально слово в слово, чтобы было понятно и зрителям. Опять-таки, мы понимаем ситуацию, мы в ней живем уже сколько времени. Многие не понимают, и вот эти инсинуации влияют на них, как говорит Рауф налево, те посылы, что делают и в Армению, и пытаются все время их внедрять в целом на Южный Кавказ, поэтому может быть непонимание. Вот как бы вы прокомментировали вот эту часть обращения к жителям Карабаха армянского происхождения? Спасибо большое. Я не только с жителем Карабаха, но и с жителем Армении. Надо сказать, что, во-первых, армяне должны смотреть в истории прямо в лицо и узнать правду. Ихней так называемой политикой всегда вели армянский народ в пропасть, если так можно открыто сказать. Использовали их в собственных коррестных целях. Всегда кто страдал, страдал простой народ. А политиканы уезжали в различные государства, зарабатывали огромные деньги, получали различные крупные суммы и так далее. Это было и в Османской империи, это было и в советское время. Это и сейчас то же самое. Карабахский клан, что делал в Армении, что делал Карабах, мы все прекрасно знаем. Например, скажем так, для армянам нужна новая территория, якобы они взяли Карабах и оккупировали еще семь районов Азербайджана, 20% территории Азербайджана. Ну и что? В советское время в составе Азербайджана армяне жили прекрасно, лучше все. Фактически точно так, как в Османской империи. И министры, и партийные деятели, и министры, и так далее, и правоохранительные и депутаты. Все правильно. Новая территория это для чего? Якобы для того, что армянское население Карабаха увеличилось и так далее и там подобное. И что получилось? Наоборот, за эти 30 лет, которые Армении, 28 лет, так скажем, конкретно, которые армянская сторона оккупировала территорию Азербайджана, там население не только не увеличилось, а наоборот, поубавилось и разбежалось. Это раз. И эти территории не использовались как родина для армян, а использовались как территория для эксплуатации или там как колонии, которые сегодня они там используют, это и убегут завтра. Вот в отличие от армян, которые недавно уезжали из территории Азербайджана, которые сжигали дома, рубали деревья, даже убивали домашних животных, азербайджанцы, уходя из собственных территорий тогда, брали куличи, не уничтожали ничего, потому что понятие родина для азербайджанцев, она сильнее, связанность территории, она гораздо сильнее, чем армия. Несмотря на то, что их изгоняли насильственно. Да, убивали насильственно, изгоняли. То есть азербайджанцы знают ценность своей территории и родины. Они поэтому готовы умереть за родину, воевать. И мы видели 44-дневный период этой войны, как простые граждане поддерживали, помогали собственной армии, как азербайджанцы добровольно хотели пойти воевать против оккупантов. Кроме того, как государство Азербайджана во главе с президентом, с главнокомандующим подготовило армию, обуло, одело, вооружило. То есть только стоимость одежды, обмундирования азербайджанского солдата чего стоило, если смотреть на обдувание армянской армии. Конечно, это все показатель того, что Азербайджан знает цены своей территории и знает цены этой территории как родина. Они готовы умереть за свою родину. И, естественно, азербайджанская армия, это армия 21-го эрка, это современная модель, даже если так можно сказать, как президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что это как модель современной тюркской армии, турецкой армии. Тоже очень важно мы действовали, подготовка как армия 21-го века с технологией и так далее. И нынешняя ситуация такова. Если на самом деле Азербайджан, вот я для того, чтобы кто нас слушает, чтобы понял, если на самом деле Азербайджан захотел воевать с Арменией, то такого государства, как Армения, не было, и Азербайджанская армия через... Думается, сейчас это уже очень многие понимают. Прекрасно. это в Ереване. Я еще тогда говорил, что политиканы армянские ведут свое... Еще раз повторяю, свой народ в пропасть, в бездну. И они должны благодарить Азербайджан и Турцию за то, что и Азербайджан, и Турция предлагают Армении мир как спасение. Существование армянского государства в нынешнем этапе надо, если посмотреть, оно создано благодаря туркам и азербайджанцам, и существование будет продолжено опять же благодаря туркам и азербайджанцам. Только мы можем дать гарантии нормального развития армянского государства, а не те политиканы из-за рубежа, которые хотят использовать Армении своих имперских целей. Причем тут Франция, пускай Франция сначала если так любят армян, как говорил президент В Марселе пускай сам определяется. Да, Марсах создаст у себя там подобное. Или та с корсиканцем независимость, которая является самостоятельной нацией, никакого отношения к французам не имеет, живут в своем острове и хотят независимости. Так что или подход того же самого Евросоюза к Турции, как открыто говорят, что мы не хотим тебя видеть в Европе. Или то же самое с ООН, какой кризис. Пять из пяти представителей Совета безопасности ООН нынешней сессии только присутствует один. то есть европейцы или западные страны пускай сначала смотрят насколько они демократичны в Ираке были, где поубывали около двух миллионов мусульман. Или та же Франция пускай смотрит как она в Северной Африке какие трагедии не создавала или чем геноцидом не занималась. Азербайджан за 44-дневный период 44-дневной войны не нарушил никакое право граждан простых граждан этнических армян. Никто не пострадал. А армянская сторона из собственной территории бросала различные ракеты и уничтожала мирное население в тех городах, которых никакого отношения к Карабаху и территориям где происходили мальность не было. Это было фактически к сожалению для наших мирных жителей это фишка. Когда вспоминаются сейчас чем запомнились армянские вооруженные силы в тех событиях тем что они стреляли по спальным районам и Ганджаев Барда и еще угрожали Менгичаур еще угрожали Баку Рауф Малим у нас подходит к концу передачи и мне захотелось в продолжении темы которую развивал Тогру Малим на такой момент обратить. Опять-таки я хочу какой-то момент из обращения зачитать потому что это очень важно и чтобы вы тоже прокомментировали зрителям которые не в курсе многие не в курсе этих событий за ваш счет разбогатели обнаглели руководство Армении и те кто стоит во главе ее марионеточного режима в Карабахе они имеют большие богатства в зарубежных странах не думают о своем будущем а вот почему они прячутся и приносят вас жертву ради своих личных амбиций армянский народ хорошо знает своих внутренних врагов а мы не должны быть врагами из-за этих политических игроков азербайджанская армия вам не враг никогда не причинит вред она пришла спасти вас от преступников не сопротивляется азербайджанское государство гарантирует вашу безопасность несколько месяцев тому назад как вы помните шел очень интересный разговор о том что в Армению поступают тонны наркотиков были замешаны очень много стран много было разговоров на несколько миллиардов евро но сегодня уже можем говорить о том что во всей этой сделке было замешано семья премьер-министра Пашиняна и его окружение сегодня Армения объята наркотуманом сегодня уже факт заключается в том что практически все среднеобразовательные учреждения школы вузы они там развиваются применение использования наркотиков то есть я к чему веду армянский народ избавился от кланов карабахских сарксиана и качаряна они поднялись они поднялись на восстание революцию не во имя Пашиняна а во имя освобождения от иго карабахских кланов когда был сарксиан президентом говорили сашикизация армянской экономики сашик это брат сержика и сашик захватывал всю экономику Армении сегодня армянский народ проголосовал могами в кавычках выборы советских марионеток да в Ереване то есть они показали что они не хотят голосовать уже ни за кого 28% от 100% участвовало в выборах в Ереване и от 28% получил городовский договор всего лишь 32% то есть это говорит о том что армяне Армении не доверяют партии Пашиняна и лично ему уже известно что его супруга Анна Акопян работает с Канадой и где отмываются деньги то есть получилось что шило на мыло они убрали два клана карабахских но пришла новая власть из грязи в князи не бывает поэтому естественно азербайджанская власть преподносит цивилизованные правила игры вы принимаете гражданство азербайджанской республики вы не становитесь там не знаю кем а становитесь подданными азербайджанской равноправными гражданами со всеми вытекающими вы будете иметь в гармонах паспорта азербайджана но не республики Армения сегодня у них у всех паспорта Армении но это недопустимо чтобы жили граждане другой страны на нашей территории и не признавали юрисдикцию конституции азербайджана поэтому естественно эта конфигурация принимаете гражданство принимаете юрисдикцию и этим самым азербайджан завершает всю эту как сказал наш Хикмет Гаджев помощь президента конец игры вся эта игра была понятна давным-давно я не думаю что и в Армении и в Ханкинде не понимали что сегодняшний день он наступит и наступит 20 сентября когда будет закончено все когда они должны будут выдать белый флаг принять все условия которые им выставлены разоружиться распустить различные какие-то непонятные образования и этим самым будет начать диалог то диалог начнется лишь тогда когда будут выполнены эти важные условия я думаю что разум возобладает Ханкинде все-таки жизнь их они должны понимать что какие-то механизмы прав и безопасности их не будут никаких механизмов есть один механизм это конституция Азербайджана это универсальный механизм и он будет действовать спасибо спасибо вам Рауф Малим за очень такой объемный и конкретный разговор вы буквально по пунктам описали ситуацию спасибо вам Тогру Малим что вы даже сложно сказать это взгляд из Турции это просто взгляд человека взгляд аналитика взгляд преподавателя профессора который на на основе тех фактов на основе открытой информации свидетелей этих событий фактически буквально раскрывает то что имело место то что сейчас есть и на основе этого фактически говорит и о будущем напоминаем что с нами сегодня были Тогру Исмаил профессор университета Анкара он подключился к нам по зум из Турции и Рауф Раджабов у нас был в студии руководитель аналитического центра также с нами была Эльмира Мусазаде с прямым подключением из Нью-Йорка оставайтесь с Си-Би-Си следите за аспектами иностранных дел будете в курсе всех важнейших вопросов современности спасибо за внимание с Си-Би-Си с Си-Би-Си с Си-Би-Си в си-Би-Си Си-Би-Си реке